Ну, сейчас я предлагаю молодым учителям пройти небольшой шуточный экзамен. Сейчас вы возьмёте вопрос, зачитаете его вслух, далее вы возьмёте ответ, выберите, и также зачитаете его вслух. Итак, первый вопрос. Будете ли вы вызывать для детей в школу? Пробуем вытащить ответ. Да, я давно не мечтаю. Полностью зачитаем вопрос-ответ. Будете ли вы вызывать для детей в школу? Да, я давно не мечтаю. Я думаю, это прекрасно, дорогие друзья, бурные аплодисменты. Итак, кто следующий желает попробовать? Может быть, мужчина? Итак, вопрос. Собираетесь ли вы использовать указку как холодное оружие? Ну и что же вы выберете? Возможно, это будет зависеть от моего настроения. Дорогие друзья, бурные аплодисменты. Следующий. Будете ли вы писать записки родителям о плохом поведении их детей? Нет, ни в коем случае. Друзья, поддержим, поддержим. Появите ли вы в скором времени, любимчики к вас. Даже мыслях такого никогда не было. Бурные аплодисменты, друзья. Будете ли вы будете учениками, заслуживая на вашем уровне? Может быть, я над этим еще подумаю. И так, следующий вариант. Разрешите ли вы использоваться шпаком? И так, разрешите ли вы? Почему бы и нет? Ну, туда можно, а мне нельзя. Я с ней отдаю. Что у нас дальше? Это прекрасно, друзья. Это один из лучших ответов. Ну и финальный нет. Ну и что? Покажите нашим молодым специалистам, как нужно качественно работать. Будете ли вы время от времени на уроках рассказывать анекдоты? Все, что осталось. Видишь, чего захотели? Аплодисменты нашим уже готовым специалистам. Уже завоевали уважение коллег. Фармацевты. Наскруч, Колька Леонидовна и Евгеньевич Екатерина Сергеевна. Держите. Держите. Вот, я думаю, вам шуточку ближе. Дорогие молодые специалисты, у нас к вам, соответственно, вопрос. Поменялось ли у вас представление о вашей профессии за то время, которое вы уже проработали? Нет. Спасибо. Очень раскрытый ответ. Поддержим бурными овациями. В начале обучения оказалось, что у нас концепт это тот, кто смешивает порошки, делает таблетки и все такое. Но на самом деле мы стоим у первого стола и реализуем лекарственное требование. То есть порошочки вы не делаете? Я нет. А хотели вы? Нет. Хорошо. Продолжим. И этот же вопрос мы адресуем вашим коллегам. Ольга Раскович, это уже было. Это уже было. Идем дальше. Дальше вы начинаете. Хочется отметить то, что среди присутствующих есть молодые врачи, которые приехали на консервщину по распределению. Хотелось бы услышать, как встретил вас наш город. Появились ли у вас друзья? И этот вопрос я адресую неделька Анастасии Андреевне, врачу-отариноларикологу, а также врачу-экфекционисту Полунович Ани Анатольевны и врачу-педиатру Кеды Екатерине Викторовне. Сейчас мы вас найдем. Где же вы сидите? Опа. Добрый день. Вопрос понятен? Товарищ микрофон. Встретила, конечно, не просто, чтобы ожидания были лучше, но появились. Будем работать. Спасибо. Поработаем. Добрый день. Ну что ж, следующий. Спасибо академическому району за теплый прием. Я желаю району развития, творческих успехов, и я надеюсь, что мы поможем вам в этом. Ну конечно, конечно. Бурный аплодисмент. Еще раз поприветствуем наших молодых врачей. Спасибо вам за ваши ответы. А мы продолжаем нашу встречу. Мастер.